Быстрое видео для владельцев камер Panasonic. Недавно в комментах у меня спрашивают, как я подключил камеру к компу, чтобы ноутбук был как монитор. Потом с таким же вопросом ко мне обращались в личку. Я сказал, что понятия не имею, как это делается, и вместо компьютера я подключал камеру к телевизору, к своему огромному вот этому. И он у меня, по сути, был как большой накамерный монитор. По тому же принципу я подключил его просто через HDMI. Кстати, на руках камеры GS4, здесь micro HDMI, я буду постоянно крутить ее в руках, потому что на пятерку я сейчас снимаю. Но недавно мне нужно было подключить Panasonic к компу, для того, чтобы во время съемки у меня материал весь сохранялся на жестком. И это было что-то типа трансляции на монитор, чтобы можно было там следить за фокусом, за композицией. И менять все настройки при этом. Пойду воды возьму. Не могу без воды вообще. Если честно, я думал, что у камеры нет такой функции, что Panasonic можно подключить только через Wi-Fi к телефону, используя его фирменное приложение. Что на самом деле не всегда удобно, потому что Wi-Fi у меня периодически отваливается. Все время есть какая-то задержка по связи, не очень это удобно. Короче, если ты знаешь, как подрубить GH5 к ноутбуку, дальше можешь не смотреть, тебе, скорее всего, будет неинтересно. Ну а я все-таки расскажу. Итак, подключиться к компьютеру и связаться с его фирмовым приложением могут не все камеры Panasonic, а только те, что ты сейчас увидишь. В основном это модели S1, S1R, S1H, S5, GH5S, G9, GS4 и, естественно, GH5. И если ты счастливый обладатель одной из этих прекрасных камер, то тебе невероятно повезло, что компания Panasonic сделала фирменное специальное приложение для этих камер, через которое ты можешь транслировать изображение на экран ноутбука, а также использовать его как веб-камеру, но об этом немного позже. Ссылку на это приложение я оставлю в описании, поэтому жмешь на нее и видишь вот такое окно. Здесь есть пошаговая инструкция, перед тем, как качнуть, тебе нужно выбрать модель камеры из вот этого списка выпадающего и ввести свой серийный 11-значный номер. На самом деле, когда я устанавливал, у меня возникли небольшие проблемы, потому что на обоих камерах у меня такого серийного номера нет. У меня все нахрен стерлось вообще, и вот здесь такая металлическая пластинка была приклеена намертво, она у меня тоже отвалилась. Я начал гуглить в интернете, я не первый, кто столкнулся с такой проблемой, и там на форумах люди помогают друг другу, скидывают номера, но сайты были старые, короче, номеров не осталось. Такой номер я взял у своего кореша, благо, что у него точно такая же камера, и он ее использует в менее агрессивных условиях, чем я. У него номер остался сохраненным. В общем, вводишь номер и скачиваешь. Конкретно эта версия подходит для macOS и Windows, а версия, которая превращает твою камеру в веб-камеру, и ты можешь ее использовать на стримах, в скайпах, на каких-то вебинарах, тебе придется установить приложение, которое подходит только под Windows. Так, после установки подключаешь камеру к ноутбуку, например, через Type-C. Я использую вот этот длинный шнурок от зарядки ноутбука. На самом деле можно использовать и короткий, но у меня камера стоит далеко, поэтому я буду использовать его. Помимо Type-C можно использовать HDMI, на самом деле, по-моему, HDMI нельзя использовать. Можно использовать microUSB, но так как у меня Mac и в нем нет USB входов, а только Type-C, мне даже удобнее использовать Type-C, Type-C. Если у тебя такая же ситуация, есть длинный USB шнур, то можешь, ну, используя вот такие вот. Улетел. Впользую, короче, такие переходники для того, чтобы подключить камеру. Дальше включаешь, выбираешь второй пункт меню PS-тизер. Короче, подключаешь вот так, вот так, подключаешь. Дальше находишь на компе установленное приложение, которое называется Lumix Teaser. И первое, что ты видишь, это вот такую маленькую панельку, как будто бы это скриншот экрана, она такая же вертикальная. Дальше, для того, чтобы увидеть нечто больше, жмешь вот на эту кнопку LV, Live View и разворачиваешь монитор. Примечательно, что, кстати, в таком режиме монитор камеры не гаснет, потому что, используя первую строчку в меню настройки, у тебя монитор гаснет, и ты не можешь в него ничего видеть. Так что, теперь у тебя, по сути, появился дистанционный монитор для камеры. Здесь есть все необходимые настройки. Давай по ним немного разбежимся. Разбежимся. Пробежимся немного по настройкам. Самое основное, про что я бы хотел рассказать, это то, что здесь вот в настройках, когда открываешь, можно выбрать очень крутую штуку. Место хранения либо на карте памяти, либо на карте памяти плюс PC, либо просто PC. Это дает мне, что после того, как я устанавливаю запись, он мне предлагает, где сохранить мои видео. Вот я остановил, и он меня спрашивает, типа, сохранить, и он импортирует видео, которое только что мы записали. Хоп, все импортировалось. На самом деле, это суперудобно. У меня стоит вот по умолчанию здесь, чтобы сохранять на рабочем столе. Вместо сохранения ты можешь выбрать любое. Дальше погнали, открываем Live View. Смотри, здесь мы можем устанавливать ручной, либо механический фокус, нажимая на эту кнопку AF, AE. Конкретно сейчас стоит режим фокусировки ручной, и вот этими стрелочками можно регулировать уровень фокуса. В строке масштаб увеличения ты можешь отдалить, либо пролюбизить объект, для того, чтобы понять, в фокусе он или нет. Делается это, соответственно, вот этими стрелочками вправо, либо влево, а ниже идет строка ручной фокусировки. Соответственно, здесь ты регулируешь сам фокус. Нажимая влево, отдаляешь, а нажимая вправо, приближаешь. Дальше на мониторе Live View мы видим разные настройки. Это сетка, контрольные линии, указатели там уровня, всякого разного горизонтали. Прозрачность наложения фотографий, можно наложить какой-то элемент, там лог или еще что-то. Ниже идет качество транслируемой информации, а также формат записи. 4х3, 3х2, 16х9, 1х1, это если ты делаешь какие-то фотографии. И разные другие вспомогательные элементы для мониторинга видео. Инстаграма, формат записи. Немного о том, как превратить Panasonic в полноценную веб-камеру, для того, чтобы ты мог через нее стримить или связываться по скайпу. Для этого нужно будет поставить другое приложение. Я оставлю ссылку на него в описании. Но я не смогу тебе показать, как что там настроить, потому что такое приложение подходит только под Windows 10. У меня Windows 10, к сожалению, нет. У меня вообще нет виндового компьютера. И последний раз я его видел в году 2010, наверное. Основная сложность и заморочка при подключении Panasonic как веб-камеру состоит в том, что когда ты все подключишь, в скайпе у тебя просто так ее не появится. Тебе нужно будет установить BS Studio, там, соответственно, настройки пройти. И только потом у тебя при подключении скайпа, там, в настройках можно будет выбрать, подключать вот эту камеру через АБС. Я, честно, особо не вникал, как это делается. Поэтому, если ты разберешься, расскажи потом, удобно это или нет. В общем, ссылки на оба приложения я оставлю в описании. Версию 1.7 для фото-видео-мониторинга в твоем ноутбуке под macOS. И версию для Lumix Teaser for streaming. Также оставлю в описании, вдруг у тебя не Mac, а винда, ставь ее через АБС, подключай камеру, настраивай и используй ее в скайпах и прочих других приложениях для связи. А на этом все. Надеюсь, тебе было интересно посмотреть. Надеюсь, ты узнал что-то новое. Потому что я пользуюсь Panasonic уже 4 года и не знал, что можно подключить к компу вот так. Пока тебе это не нужно, ты об этом не узнаешь. Хороших тебе кадров, быстрого монтажа. И я думаю, что на этом мы закончим. На этом все. Пока. Субтитры подогнал «Симон»